Девушки отдыхают Форма, обычная одежда, торжественная одежда, туалетные принадлежности, уход за волосами и сумка для сумок Погоди, у тебя есть сумка, в которой ты везешь сумки? А у тебя нет? Добро пожаловать, суперстрайкеры. Надеюсь, вам понравится в нашем чудесном городе Спасибо. Уверен, так и будет Да, особенно после того, как мы надерем космос у нас Хорошо сказано Извините, Шейкс, а где же весь ваш багаж? Он здесь У вас что, нет даже сумки для других сумок? Мы что, попали в какую-то параллельную вселенную? Нет, Тайгер Мы в Лас-Вегасе Суперстрайкеры Веселье в Лас-Вегасе Ух ты, вот это да! Офигеть! Как Блок может сейчас спать? Этот чувак может заснуть где угодно Лучше ему поскорее проснуться, иначе он проспит крутейший город на земле Поверить не могу, что у Откинса есть вывеска с самим собой Этот парень без ума от себя Вы просто не понимаете фишку этого города В Вегасе главное это показуха И роскошь, и пятизвездочная кухня Насколько я знаю, тут подают самый дорогой в мире десерт Мороженое с шоколадом и присыпкой из настоящего золота Уху! Да, шикарно! Обожаю Вегас! Лас-Вегас оказывает на него не самое лучшее влияние Я в восторге! Так держать, Клаус Отличный контроль, Шейкс Эль Матадор, не надо показухи Ладно вам, тренер Мы же в Вегасе Нужно показывать шоу Можете их спросить Привет! Ух ты! Похоже, Космос готовят на перерыв настоящий концерт Если они помешают нашей следующей тренировке Я им устрою шоу На сегодня давайте закончим Мы не можем тренироваться с этой чехардой Особенно ты, Эль Матадор А? Где это он? Эль Матадор, вы в великолепной форме Три гола за четыре матча В чем секрет? Все дело в хорошей подготовке, Лина Я живу в лучших отелях Ем лучшую еду Тренируюсь на лучших стадионах И, естественно, забиваю лучшие голы Ну все Мы будем держаться подальше от всего этого Может, хватит? Как тренер может быть таким жестоким И отказывать Эль Матадору в маленьких радостях? Что у вас на уме, мистер Уоткинс? Знаешь, ниндзя Я собираюсь дать Эль Матадору именно то, чего он хочет Это, наверное, какая-то злая шутка И эта комната – ее продолжение Даже Блок не стал бы спать на этом жалком подобии матраса Да расслабься ты Это всего на пару ночей Да, да Алло, ресепшн? Можете разбудить меня где-нибудь в шесть утра? Может, поставите будильник? А могу я хотя бы что-нибудь заказать? Чего вам надо? Я хочу золотое мороженое с дополнительной золотой присыпкой Золотое мороженое? Очень сомневаюсь Серьезно, из чего он сделан? Эль Матадор, возьми себя в руки Как это возможно, тренер? Мы в Вегасе, но едим ужасную еду Тренируемся на ужасном поле И живем в худшем отеле на всем белом свете Единственное, что здесь ужасно – это твое поведение Если это продолжится, дуться будешь на скамейке запасных Я ведь не для себя обо всем этом прошу, тренер Чтобы играть лучше всех, я должен жить лучше всех Я делаю это ради команды Как же? Ты хочешь съесть самый дорогой в мире десерт ради нашего блага? Наш герой Эй, Эль... Хвостик Эль Матадор Да, как скажете Вам посылка Дорогой Эль Матадор, это сообщение только для тебя Можете выйти Я понимаю, что для хорошей игры тебе нужно хорошо жить Поэтому прими небольшой подарок Он меня понимает По скриптам не говори остальным, а то обидится Об этом не волнуйтесь, Трег Шейкс, где твой сосед? Ээээ... Даже не знаю, тренер После тренировки я его не видел Привет! Вы дозвонились Эль Матадору Профессиональному футболисту и живой лидер Ищите его в ближайшем дорогущем отеле Где бы он ни был, пусть там и остается Ладно вам, тренер Да, Эль Матадор немного зациклен на себе Ладно, он очень зациклен на себе Но футбол для него всегда на первом месте Ладно, найдите его, но побыстрее Начало в 3.30 Здрасте Где самый крутой отель в Вегасе? На этом самом месте Ну ладно Если вам действительно нужен самый крутой отель в городе Алло Здравствуйте, мистер Матадор Звоню вам с ресепшена нашего отеля Вы просили разбудить вас в 9 утра Если вам что-нибудь еще нужно, только скажите, сэр У меня лучший номер в отеле Лучшее место для тренировок Так что все, что мне нужно, это Золотое мороженое с дополнительной золотой присыпкой Отличный выбор, сэр Скоро вам его принесут Я настолько важная персона в этом городе Что могу даже временем управлять Ух ты, спасибо, Шейкс Что? Шейкс? Сделай все, чтобы он не узнал, что здесь Аль Матадор Привет Хотел узнать, не остановился ли здесь мой друг Прошу прощения, сэр Но здесь, в отеле Бакинэмпеллос Конфиденциальность гостей имеет первостепенное значение Ладно Все равно спасибо Шейкс, Шейкс Пожалуйста Можно автограф? Хе-хе-хе Конечно Ладно, а как тебя за... Это ведь то самое золотое мороженое Есть! Хочешь, я тебе взамен отдам свою майку? Добавь к ней бутсы, и мы договорились Ура! Чего не сделаешь ради футбола Господин Эль Матадор, ваше золотое мороженое с дополнительной золотой присыпкой Спасибо, оставьте у лифта, у меня сейчас тренировка Вкуснятина А ты как сюда попал? Эй, Шейкс Что с тобой стряслось? Кажется, я знаю, где Эль Матадор Он в отеле Бакинэмпеллос Говорил ведь! И? Сами ведь знаете, какая там охрана Но я послал ему сообщение Мог бы этого и не делать Попомните мое слово На футбольное поле он теперь выйдет разве что газон покосить Да начнется матч в городе ночных огней Мак, мы уже говорили о пении Да ладно тебе, Бренда Мы ведь находимся в Лас-Вегасе Поэтому я буду комментировать Как пожелаю Что ж, может мы и в городе, который славится своими грандиозными шоу Но во время игры шоу мы не увидим Да, выбывшего Эль Матадора заменяет Ленки 20 номера суперстрайкеров нет даже на скамье запасных Это странно Многообещающая атака Вот это удар! Но вратарь отлично сработал Мы видим четкую закономерность Суперстрайкеры идут в атаку, а космос защищаются Парням в красном нужно что-то особенное, чтобы забить гол Берегись, космос! Эль Матадор проведет идеальный матч Проверь время, не то пропустишь матч, Шейкс Что? Первый тайм подходит к концу И перемен мы так и не увидели Да, ни одна атака так и не была успешно завершена Вот еще один шанс Отличный удар по воротам Но в очередной раз ворота космос спасены Скорей, скорей, скорей! Где моя сумка с формой? Дурацкий персональный лифт! Почему ты не работаешь? Мистер Матадор, чем могу помочь? Мистер Матадор, алло Сначала звонок А теперь лифт Меня подставили Мягенько Но я не могу сейчас отдыхать Я нужен своей команде План побега Да ладно! Дурацкие сверхгладкие шелковые простыни Здравствуйте, ресепшн Вы не могли бы прислать мне еще одно золотое мороженое? Первый тайм почти закончился И суперстрайкеры впадают в отчаяние Да, они хорошо контролируют мяч Но им никак не удается забить гол Ниндзя забирает мяч И решает не тратить ни минуты Начинается контратака космос Ох, проще простого Главная звезда космос сегодня на высоте Ха, и он это знает Но для суперстрайкеров дела плохи Хоть они и контролировали мяч большую часть времени Им не хватало немного остроты в атаке Мистер Матадор Ваше золотое мороженое Я оставлю его у лифта Приятного аппетита Не так футбольная суперзвезда должна покидать гостиницу Тренер, я могу все объяснить Сотрудники гостиницы, которую вы мне забронировали, подставили меня Заперли в номере Гостиница, которую я тебе забронировал? Это какая-то шутка Да, в письме вы писали, что не хотите, чтобы я рассказал другим, но... О, так значит, я отправил тебе какое-то письмо Конечно! По-вашему, я все это выдумал? Так докажи, что не врешь Оно в одной из моих сумок Дай угадаю В твоей воображаемой сумке для писем Слушайте, я люблю хорошую еду Лучшие гостиницы и лучшие поля для тренировок Но для меня нет ничего важнее, чем суперстрайкеры Лучшая футбольная команда на свете Ладно, ребята, сделаем их Раз, два, три Су... Ты в запасе Вы должны поверить мне, ребята Меня подставили Подставили? И кто же? Дамы и господа Давайте поприветствуем танцоров из Бакена Пайлот Гостиницы Барни Уоркенса Это гостиница Бадди? Похоже, тебя и правда подставили, дружище Тренер Позвольте мне ему отомстить Пожалуйста, выпустите меня У тебя была лучшая еда Номер и место для тренировок Так что будь добр Выйти на поле И сразить весь Вегас своим выступлением Что? Как он сюда попал? Пропавший Эль Матадор вернулся Но его ждет не самый теплый прием Космос заняли еще более глухую оборону, чем в первом тайме Похоже, Бадди Уоткинс хочет сохранить счет до конца матча Есть идеи? Главное, закиньте мяч к воротам А я уж придумаю, как их удивить Ух ты! Каким-то образом Шейксу удалось обойти защиту Но Эль Матадору предстоит закончить начатое И бог ты мой, у него получается Да! Ух ты! 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 Ты уволен! А вот же ж! На последнюю ночь в Вегасе Бадди любезно предложил разместить нас в своем шикарном отеле за счет заведения. Это не отель, а дворец! Закажем себе все золотое мороженое! Ночняк! Вы это заслужили! Даже ты, Эльмата... Опять? Серьезно? Да. Куда подевался этот дезертир? Он сказал, что хочет отдохнуть от этой роскоши. Следь с меня! Следь! Как же! Я обожаю играть в Рио! Крутые виды! Офигенная погода! Но лучше всего... Самбо! Раз, два, четыре, пять! Раз, два, семь, один! Раз, два, три, один! Раз, два, три, четыре, кр... Эм... Сегодня твой счастливый день, друг. Я знаю лучшего учителя самбо во всем Рио. Самбо-джамбо! Тебе кажется, будто мне нужны уроки? Зря не отказывайся, Эль Матадор. Кто знает, чему там научат. Вы забыли главное развлечение в Рио. Вашу игру против Пальмальтьери. Они в отличной форме. И мы должны быть готовы. Ну, тогда что мы делаем на пляже? Для серьезной, тяжелой, изнурительной тренировки. О, таблом! Еще один идеальный день в Раю. С ног на голову! Внимание, парни! Пальмальтьери давят числом, что делает их очень опасными. Но они уязвимы контратаком. Ага, а тренировки до песке улучшат темп игры. Именно. План очень простой. Уходим в защиту, перегруппируемся и стараемся отдать мяч Тайгеру. Он использует торнадо, чтобы сбить Пальма с толку. Есть вопросы? Да. Это точно Тайгер? Нужны уроки рисования? Я знаю лучшего учителя во всем Рио. Принимай, Тайгер! Ну что, давай раскрутимся. Тайгер! ТАЙГЕР Слушай, Тайгер, ты сможешь играть против Пальма, но если слишком нагрузишь колено, выйдешь из строя надолго. Извини, Тайгер, но мы не можем рисковать. А это значит никакого крутящегося торнадо. Торнадо. Молодец, Лэнги! У тебя получилось! Эй, хочешь научиться играть на скрипке? Я знаю лучшего преподавателя в Рио. Извини, мне он не нужен. А это что? Это друг мой, Капоэйра. Бразильское боевое искусство. И дай угадаю, ты знаешь лучшего учителя во всем Рио. Он преподает на холме Росинья. Может, это мне поможет восстановиться? Внимание, парни! Да-да, очередная изнурительная тренировка. Наоборот, я хочу дать вам выходной. Вы кто такой? Вы отлично вчера потренировались, и я забронировал нам... Да! ...на целый день... Да! ...экскурсионный автобус! Да! Добро пожаловать в экскурсионный автобус по Рио Дажанэ. О-о-о! Приготовьтесь к нескольким часам умопомрачительных фактов об этом интереснейшем городе. О-о-о! К сожалению, кондиционер в данный момент сломан. О-о-о! Но, если заглянете под сиденье, найдете там утешительную упаковку суперсоленого арахиса. Да уж, спасибо. Эта дорога была построена на рубеже. Даже серьезные, тяжелые, изнурительные тренировки лучше, чем это. В чем дело? Думаю, я нашел способ делать крутящиеся торнадо так, чтобы не повредить колено. Но приходится сидеть здесь. Да не парься ты. С пальмом исправимся. Дело тут не в игре, Шейкс. Я же крутящийся тайгер. Без крутящегося торнадо я... Но при этом... Я никто. Ха-ха! Хорошая работа, парни! Если вечером сыграете так же, у суперстрайкеров будут серьезные проблемы. Особенно теперь, когда крутящийся тайгер выбал. Дональдо! Не будь так самоуверен. У суперстрайкеров есть много других сильных игроков. А еще у тренера есть запасной план. Пришло время потренировать удары головой. А теперь, если вы посмотрите в левое окно, то увидите знаменитую гору под названием... Круть! Мы на нее поднимемся? Это не входит в маршрут экскурсии. Также у вас есть возможность увидеть в левом окне район Лапа, который знаменит своими громкими вечеринками. Да? Который так же не входит в маршрут экскурсии. А прямо сейчас справа перед вами открывается знаменитая Павелла Росинья. Холм Росинья! Это оно! Здесь я могу обучиться Капуэре! Помоги мне сбежать из автобуса, Шейкс! О, ладно. Хорошо. Скрепки, жиронепроницаемая бумага... Минуточку внимания! Я хочу сказать то, что давно уже у всех на языке. Эта экскурсия... Просто отпад! Давайте ездить на экскурсии в каждом городе! Пожуй арахиса, предатель! Сядь лучше! Эй! Оставьте Шейкса в покое, ребята. Он прав. Эта экскурсия очень... информативная. Привет! Так и... Где этот мастер? Хе-хе-хе-хе-хе! Это ты? Минуточку! А ты часом не преподаешь рисование, музыку и самбу? Ритм, видение и выражение. Капуэйра объединяет все эти вещи. Да и к тому же, нужно на жизнь зарабатывать. Первый шаг к освоению капуэйры – это джинга. Это точно не из занятий по самбе? Джинга – это основа всей капуэйры. Она позволяет мгновенно перейти из защиты в атаку. Хитрость в том, чтобы заставить противника нанести удар. И тогда, когда он потеряет бутительность... Хе-хе-хе! А? Контратаковать! Ботанический сад – это идеальное место для того, чтобы провести очередной жаркий день вроде сегодняшнего. Но он не входит в маршрут экскурсии. Прошу, хватит! Вы нам всю поездку испортили. Далее по маршруту... Нужно уходить отсюда! Ну, у нас есть шанс. Бросьте, ребята. Если мы уйдем, то проявим неуважение к тренеру. Поздравляю с окончанием первой половины экскурсии. В следующие четыре часа мы с вами будем ездить. Мы должны убраться из этого автобуса. Ха-ха! Отлично, друг мой. Продолжай. А когда ты научишь меня крутиться на руках? О, спросишь тоже, Тайгер. К чему такая спешка? В принципе, ни к чему. Я все равно играть не буду. Но я пойду смотреть игру. Поддержать ребят. Не волнуйся, приятель. У меня есть лучшие места во всем Рио. Ха-ха-ха! Круто! А? Что? Они готовятся встретить Ленги. Они знают нашу стратегию! Джоуа, ты должен научить меня приему. Сейчас! Рио-де-Жанейро – это родина серфинга, футбола и сампы. Поистину, этот город можно назвать местом, в котором жизнь кипит на улице. А прямо сейчас справа вы можете наблюдать знаменитый пляж Куба Кабана. Я не могу поверить! Можете на секунду представить, как сами лежите на теплом белом песке. Вас обдувает южный ветер, а рядом шумит океан. Ладно, запоминай. Теперь попробуй ты. О-хо-хо, ничего. Пять за старания, друг. Ну? Думаю, тебе еще нужно потренироваться. Эй, каким это образом связано с КПР? Никаким. Но спасибо за помощь. За ума сойти! Я готов. Прошу прощения, тренер, но эта экскурсия была такой… Скучной! Я и сам это знаю. И я просидел на ней еще три долгих часа. Есть одна проблемка, тренер. Мы не знаем, где Тайгер. О нем пока не беспокойтесь. У нас есть план игры и основной состав. Давайте вырвем эту победу. Тайгер! Помни, приятель, чтобы этот прием сработал, ты должен использовать джингу. Спасибо, но я всему научился. Выполни одну мою просьбу. Да? Передай листовку друзьям. Добро пожаловать на матч Пальмонтиери против Суперстрайкеров. Бразильские футболисты в превосходной форме. А вот у Суперстрайкеров недостает Тайгера. Интересно, есть ли у Суперстрайкеров запасной план в отсутствии ключевого игрока? Да. Передать мяч высокому парню. К сожалению для тренера, Эдвин предвидел этот ход и перехватил мяч на подходе. Вот и оно! Бразильцы забивают чистый гол. Суперстрайкеры остались без крутящегося Тайгра и успешных передач. Надеемся, у них есть запасной план. Погоди-ка. Кажется, только что прибыл ключевой игрок. Вперед! Что тут скажешь, Рио удивительный город. Где ты был? Если ты не играешь на поле, не значит, что твоим товарищам не нужна поддержка. Я могу дать им больше, чем поддержку. Я могу принести им победу. То есть? Я снова могу использовать Крутящийся Торнадо. Суперстрайкеры делают свою первую замену. Крутящийся Тайгер выходит вместо Лэнки. Эй, погодите минутку. Если Тайгер – это план А, и он выходит на поле после плана Б, то план Б – это план А, а план А – это… Дайте мне бумажку с ручкой. Тайгер принимает мяч. Что он задумал? Чего-чего, а такого мы от него точно не ожидали увидеть. Он перевернул свою коронную фишку вверх ногами. Похоже, он слишком мало тренировался. Где напор, Тайгер? Нужны быстрые контратаки. Что это с Крутящимся Тайгером? Ему нужна Джинга. Что-что? Рад, что вы спросили. Ух ты! Теперь Тайгер точно выкладывается на полную. Жаль, что прозвучал свисток. Да, мне уже не терпится увидеть, как Тайгер закончит этот прием. Итак, подведем итоги первого тайма. Супер-страйкеры попробовали план А, потом план Б, потом план А плюс Б, но поняли, что план А был планом Б, а план А… У них было два одинаковых плана. Ох, нужна еще бумага. Не пасуешь команде. Не следуешь моим указаниям. На тебя это не похоже, Тайгер. Я снова могу использовать свою фишку. И, наконец-то, снова чувствую себя собой. В тебе это не самое главное, друг. Да, точно. Тогда почему меня зовут Крутящийся Тайгер? Слушай, Тайгер, однажды один парень дал мне очень хороший совет. Зря не отказывайся от возможностей. Никогда не угадаешь, чему можно обучиться. Ох, ребята, вы правы. Ну, разумеется. Похоже, я так спешил найти свою личность, что потерял ее. И вы первые, кого я должен был послушать. Начинается второй тайм, и сюрприз-сюрприз, Пальмонтиери переходят в атаку. Да, но у всех на уме сейчас один вопрос. Если план Б был планом А, то план В был планом Б. Но если у суперстрайкеров был план В, то на самом деле он был планом Д. Уверена, никто, кроме тебя, не задается этим вопросом. Мяч у Дона Альдо. Но Тайгер уже его ждет. Жди, пока соперник первым нанесет удар. И когда он потеряет бдительность? КОНТРАТАКУЙ КОНТРАТАКУЙ Первый торнадо вверх ногами. Он начинает ускоряться. Что же дальше? Этот прием был сделан неспроста. Они защитились и сразу пришли в атаку. Он всю эту игру поставил вверх тормашками. КОНТРАТАКУЙ ХА! ГО-ГО-ГО! Крутящийся Тайгер — прирожденный талант. Да, когда такой игрок выходит на поле, у команды все карты в руках Конечно, я могу дать автограф Ноль, два, четыре, пять, пять, восемь Вот это жизнь Гораздо лучше экскурсии в автобусы, Виатта, тренер Не могу не согласиться Крутящийся торнадо вверх ногами? Как вы вообще это придумали? Меня научил мастер КПР Круто он там крутился И не говори, хотел бы и я поучиться у этого мастера Так, так, так Сегодня ваш счастливый день Это шоу Робораза Они архитекторы действия, капитаны удивления и лидеры на своем... поле Я говорю о двух самых популярных капитанах Суперлиги и преддверии их противостояния Поприветствуйте, танцующий Раста из Супер Страйкеров и Владимир Сэвидж из клуба Гримм! О, танцующий Раста! Спасибо, что пригласил Приветствую вас, дикая публика из Смертных Итак, в чем секрет ваших успехов на поле? Не хочу разочаровывать, Роб, но никаких секретов нет Нужно знать свою команду, знать план на игру и быть примером для других, вот и все А что скажешь ты, Влад? Ха-ха, любая победа неизбежна, когда ты можешь заглянуть прямиком в будущее Ладно, может тогда скажешь, что я буду есть на ужин? Ты будешь есть макароны с сыром в одиночестве Древняя колдовская книга Гримм позволяет мне видеть события еще до того, как они произойдут Узрите силу могущественного тактиномикона Ну а я приберегу свои планы на матч до выступления Суперстрайкеры Опережая игру Добро пожаловать в Фератувью, дом футбольного клуба Гримм Какой стыд! Как посмели вы, смертные, насмехаться над Владимиром Савиджем? Чувак! Шейкс, Гримм обыграли Айрон Тэнк 4-0 Кроме того, все четыре гола забил Савидж Пусть попробуют провернуть такое против нас Да, даже если Савидж может видеть будущее, он увидит только то, как танцующий Раста Натирает ему зад Ха-ха, если будем работать вместе и придерживаться плана, одолеем Гримм Так, ребята, кучней Групповое селфи Отлично! Ты ведь знаешь, что означает групповое селфи? Ранее в сериале студенты-модели Дэри нравится Джена, но у Джены проснулись какие-то чувства к Брюсу В то же время Моррис и Лоуренс объявили всем о своей вроде как вечной любви к Монике И теперь она в замешательстве Я тоже в замешательстве Зачем ты смотришь этот дурацкий сериал? Да, серьезно, Клаус, тебе не надоела подростковая мелодрама? Ха, примерные ученики – это не подростковая мелодрама, Биг Бо Это классическая история о взрослении, любви и учебе в университете для супермоделей Кроме того, я уверен, что персонаж Лоренса создан по образу Эль Матадора Нет, этот парень на меня не похож Автобусное селфи! Убер, что там произошло? Неважно, как вы сильны или скоординированы Никто не сравнится с силой этой волшебной книги Суперстрайкеры Добро пожаловать в Колдрон Надеюсь, наших удобств будет достаточно для вашей подготовки Да уж, у них тут все ультрасовременное Кухня Обеденный зал Просмотровый зал И самое главное, здесь находится место для ваших тренировок Поле ужаса Тренер Бельмонт, а вы не думаете, что мы заслуживаем что-то получше, чем ужасное поле? О, не волнуйтесь, это одно из лучших полей Но не просто так оно зовется полем ужаса Ну и конечно же, позвольте я проведу вас к жилым помещениям Вы знали, что в ферратувии 16 века считалось очень современным иметь собственный туалет в спальне? Внимание, парни По всей видимости, на поле Грим сейчас выступают гораздо лучше, чем за его пределами И в центре всего, разумеется, стоит Сэвидж Он выстраивает игру Проходит центр поля И дает голевые подачи партнерам по команде Ого, он будто знал, где окажется мяч И обходил защиту не глядя Кажется, он действительно может, ну, видеть будущее О, нет Не волнуйся, Клаус Тут нет ничего сверхъестественного Да это я не из-за Сэвиджа Четвертый сезон студентов моделей кончился на самом интересном В университете моды выпускная церемония и студенты должны пройти по подиуму, чтобы получить оценку Но Моника до сих пор не может понять, есть ли у нее какие-либо чувства к Марису, который, скорее всего, вампир Или же к спортсмену Лоуренсу Так вот, Марис делает проходку по подиуму, как вдруг выскакивает Лоуренс и достает из волос осиновый кол Да ладно вам, ребята Классный ведь сериал Что? Осторожность нам не навредит Это я понимаю, тренер Но вы точно хотите запираться здесь? О, тут жутковато Аж мурашки похожи Сэвидж потрясающий полузащитник Но он точно не может видеть будущее Когда ты знаешь свою команду Думать на два, а то и на три шага вперед Это никакой не колдовство и не магия Раз Два И как вы собираетесь пройти мимо нас? Никак Три Извини, Шейкс, моя вина Думаю, нужно еще потренироваться Шутишь, что ли? Это было потрясающе Я видел, как ты отдал ему пас Это было круто Думаешь, на три шага вперед, брат? Да Бум, пяткой Да, круто придумал Хорошо потренировались Поскорее бы уже сыграть с гриф Сыграешь, Шейкс Только вот ты пока не знаешь, что вас ждет разгромное поражение Дай угадаю Ты предвидел это по своему такте на микону Похоже, ты считаешь, что мы с Растой на одном уровне Но я без каких-либо проблем могу смотреть на пять шагов вперед А ваш капитан, похоже, и на три шага вперед не видит Эй, Эль Матадор Думаю, сейчас самое время для шокированного селфи Откуда Сэвиш знал о нашей тренировке? Ту огромную дверь заперли на засов Они никак не могли нас видеть Наверняка это какая-то уловка Верно? Но Как это возможно? Я просмотрел уже все форумы по студентам-моделям Прочел все фанатские теории Но никто ничего не знает Похоже, я узнаю, что будет дальше Только если смогу видеть Будущее Так-то на микон! Нет! Ты что это делаешь? Я ищу так-то на микон Наверное, он спрятан в каком-то тайнике Прямо как трехсотлетний дневник Мариса Который был спрятан в замке братства блестящих вампиров В вампирском универе МОД Цена случайно надбулась на него, когда искала Дерри, который тоже вампир Ну и нет Ну блин, там куча намеков на это было Эль Матадор? Это хороший сериал Да ладно вам, тренер! Две тренировочных игры за один день? Спрашивай своего капитана Это он попросил Он хотел всем вам кое-что показать Но с нами нет Клауса и Эль Матадора Кто-нибудь знает, где они? Дайте угадаю Клаус, наверное, пытается выяснить, как продолжится его сериальчик А Эль Матадор пытается побить мировой рекорд по селфи Эй, ребята! Думаю, у меня получится обставить Сэвиджа Раз Два Три Четыре Ого, кажется, будто эти туннели тянутся бесконечно Да, это как в той серии студентов мотелей, когда Люси и... Молчаливое селфи Спайтер-тон! Я взываю к могущественной силе такта Номикона Чтобы раздвинуть завесу времени и узнать, что произойдет в пятом сезоне студентов моделей А? Прошу, покажи, что произойдет в пятом сезоне Покажи мне будущее! Я не понимаю Это как в той серии студентов моделей, когда Эрин... Это глупый сериал, Клаус Чуть было не попались Верно Хорошо, что мы знали о том, что они придут Представь, какие бы у нас были неприятности, если бы они нашли рабочую книгу Ха-ха-ха-ха-ха-ха Хе-хе-хе Наступил день матча в Колтроне Сэвич устрашил Айрон Тэнк своей доминирующей игрой в центре поля. Да, но парней так легко не запугать. Похоже, для победы им нужно что-то сверхъестественное. И у Гри им кое-что такое имеется. Да ладно. Только не говори, что ты купился на эту чушь с предсказаниями. Ну, порой я так точно комментирую матчи, что сам начинаю задумываться, нет ли у меня дара. Ах, это же смешно. Смешно? Э-э-э? Кто одержит победу в этой битве капит... Капитанов? Хватит! У-у-у! Капитан Гримм показывает невероятную игру! Оу, какой жуткий удар поворотом! Супер-страйкеры едва избежали гола. О, ух ты! Похоже, танцующий Раста решил показать Сэвиджу, как это делается. Штанга! В этот раз супер-страйкерам не повезло. Не может быть! Неужели танцующий Раста тоже... Хороший футболист? Я тоже так умею. Первый тайм на исходе, а счет до сих пор не открыт. Два капитана меряются силами в защите и нападении. Хватит этой показухи, Сэвидж! Я раскрыл твою игру! Жалкий смертный! Давай я покажу, насколько я могущественен! Невероятно! Сэвидж будто одновременно всюду! Что? Гол! И вот опять Владимир Сэвидж ведет свою команду к победе! Если так и продолжится, не нужно быть предсказателем, чтобы понять, что... У супер-страйкеров... Неприятности! Ха! А у нас неплохо выходит! Я говорил, что смогу привести вас к победе, но я вас подвел. Знание команды, тратегии... Против Сэвиджа это совершенно не важно. Может, он и правда видит будущее. И что? Нам плевать! Пусть у него хоть огонь из ноздрей вылетает! С таким капитаном, как ты, мы победим кого угодно и когда угодно! Ты настоящий профессионал! И ты наш капитан! Сплоченное селфи! И не волнуйтесь, в этот раз все попадут в кадр! Дай-ка сюда! Нет, я должен запечатлеть этот важный момент! И то, как круто я выгляжу! А это что? В смысле? Лучший игрок Суперлиги! Ах, нет! Я про ту маленькую штучку на фоне! А это что такое? И вот она снова! Это что, камера-дрон? Сэвидж не предвидит будущее! Он шпионит за нами! Так вот, откуда он знал, что было на тренировке! Но как это объясняет его сверхспособности на поле? Хм, кажется, я понял. Ладно, Сэвидж, начали! Короткий пас налево на 75 градусов! Пас пяткой направо 10 градусов! Веди мяч налево 30 градусов! Осторожно! Все еще думаешь, что сможешь меня переиграть? Ха! Я видел будущее! И очень скоро весь твой надутый образ с грохотом рухнет вниз! Что это делает Шейкс? Такого даже я не мог предсказать, Бренда! Теперь здесь только ты и я! А-а-а-а! Танцующий Раста показывает шикарную игру! Но Сэвидж идет на перехват! Танцующий Раста делает пас! И его уже ждет Шейкс! Думаю, в этот раз мы оба знаем, что говорить! Конечно, Бренда! Гол! Молодцы, ребята! Гол! 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 О, нет! Студентов моделей закрыли! Я никогда не узнаю, кого выбрала Моника, Морис или Лоренса! Ха! Рад, что это будущее мы предвидеть не можем! Ага! Смотрите, ребята! Серьезно? Я думал, что Гримм поняли все с первого раза! Давайте его собьем! Стойте, стойте, стойте! Он мой! Групповое селфи с 360 градусов! Улыбочку, парни! Нет! Забудьте про команду Гримм! Вот это настоящая жуть! Ну даешь! Гримм! Стрелян!